Горячий склад Горячий склад По словам очевидцев, пожар начался здесь, на втором этаже. Когда сработала сигнализация, сотрудники вышли на улицу. Поначалу владельцы офисов не беспокоились. Из окон пробивались только тонкие струйки дыма. Пламя полыхнуло в один момент. Это вот просто забирается. Тоже внутренние документации неучетные. Хотя огонь гулял только по второму этажу, дыру в бюджете он прожег и тем, у кого офисы на первом. Документы учебники залило водой, одежду и игрушки прокоптил дым. Даже если их постирать и просушить, это уже брак. Вы бы купили своему ребенку игрушку после пожара? Там гарь, там углекислый газ. Я не знаю, что там. Я не позволю пустить это просто уже в продажу. Арендаторы уверены, пожар – не случайность. С июня в терминале идет ремонт. Несмотря на огнеопасную начинку склада, рабочие резали металл болгаркой. Весь день во все стороны летели искры. А беспокойные соседи даже писали жалобу собственнику здания. Но тот заверил – все под контролем. В устном ответе от администрации они сказали, что все, да, мы в курсе, все это ведется. Но дело в том, что нормы все соблюдены, вы не переживайте. То есть как бы они их заверили и успокоили. Но в результате этого, вот видите, через две недели произошел пожар. По словам арендаторов, это уже не первый пожар на складе. Пару лет назад его поджигали. Причину же новой напасти сейчас выясняют дознаватели. Но и арендаторы не сидят сложа руки. Они планируют заказать независимую экспертизу, чтобы потребовать от владельцев терминала возмещение ущерба. Мария Новикова, Владислав Колупаев. Новости 41-го канала.